Еще несколько лет назад за счет рынков бюджет города пополнялся в среднем на 30 миллионов рублей ежегодно. Сегодня аналогичные перечисления в десятки раз меньше. Сначала четыре предприятия из муниципальной собственности перешли в частные руки. Оставшиеся торговые площади оказались в окружении прямых конкурентов. Территории муниципальных рынков со всех сторон обросли павильонами и киосками. Произошло это не без участия администрации города. Распродажа земель, акт выбора и все прочее, которые были, то есть бесконтрольная, захват этих земель. И потом строили без согласования, без никакого. Ну а теперь мы пришли к факту, что все построено и построено как попало. Таким образом, чиновники приблизили печальный исход рыночной торговли. Он может быть совсем не за горами, если не принять экстренные меры. По словам чиновников, за истекший период 2016 года выручка составила 88 миллионов рублей. Чистая прибыль – около 4,5 миллионов. На заседании рабочей группы у депутатов возник резонный вопрос – где остальные деньги? Последовал ответ – налоги, сборы, затраты. В качестве подтверждения прозвучало несколько конкретных цифр. Общая сумма выплаченной арендной платы за пользование земельным участком, принадлежащим муниципалитету, за 2015 год составила 17 миллионов 163 тысячи рублей, за 9 месяцев 2016 года – 13 миллионов 598 тысяч рублей. На Ленинском рынке предприниматели, не имеющие преференции, платят ежемесячно тысячи рублей за квадратный метр арендованной площади. Поэтому многие закрыли свои торговые точки. Теперь они пустуют. Аналогичная картина на всех муниципальных рынках. Обсуждается вопрос об их приватизации. Далеко не лучшая перспектива для простых граждан. За примером далеко ходить не надо. В соседнем Новосибирске администрация отдает 18 миллионов за аренду рыночной территории, только чтобы провести сельскохозяйственную ярмарку.